И сегодня у нас очередное занятие на наших еженедельных курсах изучения Библии. И хотел спросить, кто-нибудь из вас знает, какой завтра день? Пятница? Ещё какие? Всё? Ладно, я сам не знал, узнал случайно. Завтра день крещения Руси. 1029 лет назад Русь была крещена, но мы не будем сейчас говорить об этом, о том, как Русь была крещена, а поговорим, в принципе, о самом крещении, о водном крещении. Что это такое? Зачем это нужно? Нужно ли это вообще? Меня попросили взять эту тему, потому что каждый год в нашей церкви происходит это действие, водное крещение. Люди крестятся в воде. И большинство из нас, я думаю, что знают и понимают, что такое крещение. А некоторые не знают. Думают, может быть, что вообще не надо креститься. Или как-то так вот по-особому надо креститься. И я думаю, что и для тех, и для других не вредно будет снова в эту тему погрузиться, для кого-то узнать вновь, для кого-то вспомнить. Согласитесь, что в Писании много таких вещей, которые мы раз за разом повторяем, повторяем, повторяем. Потому что Слово Божие, оно никогда не теряет своей актуальности. Аминь. Итак, что такое крещение и вообще нужно ли оно? Во-первых, напомню, что крещение на греческом языке звучит как баптизма. Так и напишем по-русски. Баптизма. Баптизма. И крещение, само Слово, ничего общего не имеет ни с Крестом, ни со Христом. Потому что я недавно читал на одном из форумов, кто-то объясняет, что крещение – это потому что Христос. Нет. Крещение с Крестом и со Христом – само Слово. Не имеет значения. Баптизма означает погружение. Погружение. Ну, в воду обычно. В воду. Ну, например, греческая женщина пришла на пруд, достала тазик с бельем и сказала, а баптизма-ка я это белье в реку? И начала полоскать. Понимаете, да, что такое баптизма? А это обычное слово, которое в греческом языке использовалось очень часто. А баптизма-ка я пару ложек сахара себе в кофе или в чай. И баптизма. И помешал. Понимаете, да? Опустить, погрузить в воду. Вот и всё. Некоторые, ну, крещение, крик, там, вот такое вот, знамение какое-то. Нет. Это погружение в воду. Кстати, баптисты от этого слова сами себя стали называть. Потому что они считали, что понимать, что надо людей во имя Иисуса погружать в воду хотя бы один раз, это очень важно. И поэтому они сказали, это так важно, крестить людей в воде полным погружением, что называли себя баптистами. Или, если на русский язык перевести, погруженцами. Ну, или крестителями. Вот так можно их назвать. Уважаю этих братьев наших, баптистов. Это очень важно. И то, о чём я сегодня вам, допустим, буду говорить, баптисты об этом много очень говорят. Итак, что за крещение? Что за погружение? У евреев, как вы знаете, что христианство, оно произошло, в принципе, из иудаизма. У евреев, именно последователей иудаизма, очень много в богослужении было различных омовений. То есть они обязаны были по Ветхому Завету, по Священному Писанию, постоянно эти омовения совершать. Были различные омовения рук, ног. И были омовения всего тела. Вы знаете, что Иисуса, например, осуждали часто, что Он, придя с улицы, с рынка откуда-нибудь, сел за стол и рук не умыл. Говорят, как так? Это же у нас в крови должно быть у евреев. Омовение, омовение, омовение постоянно. И омовение у них означало не физическую гигиену. Как нам, знаете, да здравствуют мыло душистое, полотенце пушистое, зубной порошок и костяной гребешок. То есть не об этом речь. Не о гигиене, конечно, это полезно. Руки мойте с мылом, пожалуйста, соблюдайте чистоту, чтобы дизентерию там кому-нибудь не подхватить. В этом плане это да, но для них это было важно именно как имело ритуальное значение – омовение. Что за значение у этого омовения? Дело в том, что в Ветхом Завете много говорилось о чистых и нечистых вещах, о том, что можно есть, чего нельзя есть, к чему можно прикасаться, а к чему нельзя прикасаться. А если прикоснешься случайно, стал нечистым, осквернился. Нельзя было прикасаться к мертвому телу и даже находиться в одном доме с мертвецом. Не то, что нельзя было. Приходилось родственникам, да, умер человек, надо подготовить его к погребению, все такое. Но из-за того, что ты прикасался к мертвому телу, готовил его к погребению, даже находился в доме, где было мертвое тело, ты становился ритуально нечистым. И в этом случае ритуально нечистый человек не мог посетить храм. Не то, что он что-то плохое сделал, он стал нечистым. И для того, чтобы посетить храм, ему надо было постирать одежду свою и омыться, погрузиться. Погрузиться. Специально было бассейны такие, купели в Израиле, их было очень много, называлось миква. И вот в эту микву человек должен был погрузиться для того, чтобы стать ритуально чистым, очиститься от скверны. И поэтому для евреев то, что начал делать, например, Иоанн Креститель, а что он начал делать Иоанн Креститель? Баптизм, баптизм устал делать, баптизо, то есть крестить. Для них это было понятно. Вышел Иоанн Креститель, говорит, грешники вы все. Иоанн Креститель, знаете, чем он занимался? Он обличал их. Они думали, что если они только к нечистому прикоснутся, они осквернились, и надо вот окунуться, и все, ритуально они очистились. Он говорил, да дело вообще не в том, что вы не к чистому, к нечистому. У вас внутри нечистота, вы грешники. И он в этом их обличал, в том, что все люди грешники. И сказал, покайтесь и омойте свои грехи в Иордане. То есть вот это было его служение. И верьте в того, кто идет следом за мной. И для евреев это было понятно, то, что он делает. Было понятно, то, что он говорит про Мессию, что будет Мессия придет. И было понятно, что надо как-то подготовиться, и надо как-то отсквернуть от своей очиститься. И поэтому толпы людей приходили к Иоанну Крестителю. Мессия грядет, а мы такие вот чувствуем внутри себя какую-то нечистоту. Каемся и погружаемся, очищаемся от своей скверны. Итак, я вам скажу, что первое значение слова «крещение», то есть мы поняли его перевод, это погружение. А значение этого слова первое, можно назвать «очищение». Итак, первое – это очищение. Давайте мы Матфея посмотрим, Евангелие от Матфея, 3 глава. И первую часть 11 стиха прочитаем. Вот что говорит Иоанн Креститель. «Я крещу вас в воде в покаянии». Заметьте, он усилил то, что евреи делали до этого. Они погружались в воду для очищения ритуального. А он говорит, я вас погружаю в воду, в покаяние. То есть он глубже заглянул, не просто коснулся нечистого, осквернился каким-то образом и очищаешься. Нет, он говорит, где-то глубоко внутри вас должны произойти изменения. Покаяние должно быть. Итак, это очень важное новшество, которое принес Иоанн Креститель в понятие омовения. Итак, крещение означает очищение. Не только внешнее, но и внутреннее. И мы с вами дальше еще посмотрим. В этой же главе 5 стих. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». То есть они внутри себя чувствовали нечистоту. Еще раз повторю, не ритуальное осквернение. Вы знаете, что, например, больной проказой должен был идти и кричать перед собой «Нечист, нечист!» Сама болезнь этой проказы делала его оскверненным. Но когда он очищался от проказы, он должен был постирать одежды, если очищался, должен был постирать одежды, омыться, окунуться, и тогда он считался ритуально чистым. Не буду все перечислять, то, что делал человек оскверненным. Это было внешнее действие. А здесь он говорит «Покайтесь, покайтесь, и окрещу вас покаяние». Но я вам скажу, что очищение, даже от греха, это не единственное значение у слова «крещение». Давайте откроем еще одно местописание. Это 1 Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И вот здесь апостол Петр пишет, что крещение, погружение в воду, это не просто смыть себя грязь. Вы знаете, что когда ты в жаркий день стал потный такой, чувствуешь все липкое, хочется окунуться, да, либо в речку, либо душ принять. И когда принимаешь душ или окунаешься в речку, как ты себя чувствуешь? Как-то возрожденным, да? Как будто освеженным. Если после пробежки, знаешь, контрастный душ, раз себя чувствуешь очищенным. И вот здесь вот это понятие, когда ты от плотской нечистоты, так скажем, омываешься, ты себя чувствуешь лучше. Не многие хотят ходить грязными, правда? Мы чувствуем себя грязными. Раз, помылись, и снова хорошо. Некоторые, знаешь, по четыре раза моются, я знаю таких людей, в день. Настолько они хотят себя чувствовать чистыми. Но это совершенно не обязательно. И здесь, почему, я думаю, что омовение стало таким символическим ритуалом, что ли? Потому что оно символизирует гораздо более сильное облегчение и гораздо более сильное очищение, которое происходит не снаружи, а внутри каждого человека. Ни плотской нечистоты омытия. После баньки, знаешь, как себя здорово иногда чувствуешь, да? Облился холодно, попарился, облился холодной водой. Но здесь говорится о духовном очищении, которое гораздо более сильное воздействие в нашей жизни происходит. Очищение. И что здесь сказано? Обещание Богу доброй совести. Заметьте. Не просто мы что-то совершили в прошлом, хотим к Богу приблизиться, и нам надо от этого очиститься, освободиться от нашего прошлого. Мы не только от прошлого освобождаемся, но и Богу обещаем о будущем что-то. Обещаем Ему добрую совесть. Добрую совесть. Не плотской нечистоты омытия, а обещание доброй совести. То есть мы обещаем перед Богом жить иначе, чем жили мы раньше. И поэтому второе значение этого слова крещения можно назвать как посвящение. Посвящение. Обещание Богу доброй совести. Еще одно место прочитаем. Иоанн, приходившему креститься, от него народу говорил, «По рождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте, говорите себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю ему, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже из секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И вот к нему люди приходили креститься, а он еще их обличает. Он говорит им, «Сотворите же достойный плод покаяния». То есть вы признались в прошлых своих грехах, вы согласились с тем, что вы грешники, да, вы грешники, но этого недостаточно. Вы должны еще Богу пообещать добрую совесть. То есть вы должны стараться впредь не согрешать, совершать достойный плод покаяния. Прежде чем я продолжу, скажу, что в воскресенье я уже проповедовал бы Иоанне Крестителе. И после этой проповеди один брат мне говорит, я даже говорю, теперь не знаю, как относиться к Иоанну Крестителю. Я говорю, а что ты не знаешь? Так же, как к Петру, мы в воскресенье говорили об ошибках, которые допустил Иоанн Креститель. Петр трижды отрекся. Мы можем относиться к нему так же, как к Давиду, который допускал падение в своей жизни. Так же, как к Аврааму, который свою жену просто так отдавал, без сопротивления. Понимаете, это люди, обычные люди, такие, как ты и я, на которых Бог, которым Бог дал великие дары и возложил великую ответственность. Но иногда они себя вели так же, как люди. И таким был Иоанн Креститель. Иисус его назвал величайшим из пророков. На нем был великий дар Божий, великое помазание и великое служение, которое он нес. Крещение, подготовка народу, встреча с Мессией, покаяние в грехах. И потом Иисус, когда пришел, он фактически продолжил то дело, начав свое служение, которое уже начал до него Иоанн. Иоанн уже людей подготовил. И первые ученики Иисуса Христа, вспомните, были научены и подготовлены Иоанном. И потом они посвятили свою жизнь служению Иисусу Христу. Но это то, что касается Иоанна Крестителя. И вот Иоанн говорит, совершите достойный плод покаяния. Не просто мы признаем, были когда-то у нас грехи. Бог нас призывает к изменению образа жизни. Обещание доброй совести. То есть крещение, это посвящение или, можно сказать, обещание. Обещание Богу. Конечно, нам бы хотелось. Мы пришли к Богу, нас крестили в воде, мы омылись от прежних грехов, наполнились святым духом и обещаем Богу никогда больше не грешить. Вы здесь со мной? Как вы думаете, кто из нас сможет за всю жизнь сдержать обещание это? Сможет ли кто-то после того, как благодать Божия на него сошла, посвятился уже Иисусу Христу, никогда больше не согрешить? Вижу, некоторые мотают голову, некоторые смотрят сомнениями. Может быть, кто-то может. Ну, наверное, хороший тут ревариант прозвучал. Может, если сразу на небо. Но это пастор должен поддержать его некоторое время. Под водой раз, и сразу на небеса. Нет. Конечно же, Писание нам говорит, к сожалению, все мы много согрешаем. Кто-то больше, кто-то меньше. Но фактически мы не можем прожить нашу жизнь христианскую так, чтобы ни разу какого-нибудь хотя бы маленького грешка не совершить. Правда ведь? И мы свои грехи, может быть, считаем такими маленькими, а вот грехи такие большие. У нас такие маленькие, а они такие большие. Смотрите, да как же быть-то? Хотелось бы никогда не согрешить. Не получается. Ну, и мы не можем Богу обещать никогда не согрешить. Правда ведь? Потому что не сдержим это обещание. Бог, я больше никогда не согрешу. Ага. Знаю я тебя. Наговоришь грубости, обидишь человека, сам обидишься. Ну, это такие одни из видов грехов. Гневаешься напрасно и так далее и тому подобное. Завидуешь, может быть, иногда. Мы не можем Богу обещать, что мы никогда не согрешим. Но что мы можем Богу обещать? Будем стараться. Это можем обещать? Аминь. Будем стараться. Да, будут наши жизни, ошибки, будут падения, но мы будем стараться. Упали, вновь поднимемся. Согрешили, раскаемся и постараемся изменить эту ситуацию. Вот что такое обещание доброй совести. Когда ты слушаешь свою совесть. Аминь. Знаешь, как бывает? Какая-то ситуация, ты там повздорился со своим близким, и ты, у меня были просто эти ситуации, поэтому я про себя говорю. И ты уверен, что ты на 100% прав, и что ссора произошла не по твоей вине, а твой супруг, или там ребенок, или не знаю кто, это он виноват, или она, неважно. Или в церкви братом, или сестра, они виноваты. Но ты приходишь к Богу, я думаю, что у каждого были такие ситуации. Приходишь на молитву, и Дух Святой тебе говорит, иди мирись. Я не буду мириться, потому что они не правы, я прав. Но ты внутри себя чувствуешь обличение от Духа Святого. И он говорит, ты не прав. Ты был груб, ты был зол, ты был сердит, ты допустил гнев, ты не прав. И если ты верующий человек по-настоящему, ты слышишь голос своей совести, который говорит тебе, ты не прав. И что ты делаешь, если ты верующий человек? Если ты обещал Богу добрую совесть, если Дух Святой тебя обличает, что ты делаешь? Признаешь это, говоришь, Господи, я не прав. И, как говорит Иоанн Креститель, совершаешь достойный плод покаяния. В данном случае идешь и миришься с человеком. Аминь. Не просто там перед Богом признал. Если перед Богом только согрешил, перед Богом признай. Совесть получила обличение, совесть заговорила в тебе, что ты не прав. Спроси прощения у Бога. А если против человека что-то сделал? Поверяйся прощению Бога и иди мирись, договаривайся, общайся, устраняй вот этот конфликт. И вот именно это означает обещание Богу доброй совести. Когда приходит обличение Духа Святого. Это иногда приходит во время проповеди. Ты живешь себе там ни в чем не подозревая, думаешь, все хорошо со мной, все нормально. И вдруг какое-то слово так тебя касается становится стыдно. У вас бывало так? У меня бывало. Мне казалось, у меня все в порядке. Раз, и Дух Святой-то знает все про тебя, и Он тебя обличает. И если ты нормальный христианин, если для тебя крещение это обещание Богу доброй совести, то ты покаешься и скажешь, Господи, я буду стараться изменить свою жизнь. И я вам скажу, что вот это посвящение или обещание Богу доброй совести означает наше стремление. Мы обещаем стараться, обещаем стремиться жить перед Богом чисто, жить перед Богом свято. Третье значение слова крещения это отождествление. Что за отождествление? Давайте римлянам прочитаем 6 главу. Римлянам 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Итак, отождествление. В крещении мы отождествляем себя с тем, что сделал Иисус. Точнее, с самим Христом, который прошел через смерть на кресте, распятие, через смерть и воскресение. То есть, отождествление фактически самым главным то, что сделал для нас Иисус. Отождествление, во-первых, со смертью. Так, можно тут написать. Во-первых, смерть Христа. Смерть. отождествление со смертью Христа. Иисус умер на кресте. Зачем Иисус умер на кресте? библейские курсы. вы должны знать. Грехи. Правильно. Зачем ему было умирать? Из-за грехов. Из-за чьих? Из-за наших, не из-за своих. Из-за наших. то есть, когда мы, это его смерть по причине наших грехов, не его. Вы знаете, что в Библии очень четко прописан закон воздаяния или возмездия. Воздаяние за грех, что? Смерть. То есть, мы должны были заплатить своей жизнью за свои грехи. Но что происходит? Иисус умирает за нас, за наши грехи. Но для того, чтобы мы получили освобождение от наших грехов, освобождение от возмездия за наши грехи, автоматически этого не происходит. Надо себя со Христом отождествить. Сказать, что это для меня. Поверить в это. и исповедать это. Само собой, это не происходит. Поэтому Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие, чтобы люди знали, что я умер за их грехи. Если они будут верить и креститься, то что? Спасены будут. Если не будут верить, что? Осуждены будут. Понимаете, насколько важно это отождествление со смертью Христа. Чтобы наши грехи были омыты, омыты в крещении, очищены в крещении, мы отождествляем себя со смертью Иисуса Христа. И это также означает освобождение от возмездия за грехи и освобождение от греха, точнее, от власти греха. Как мы с вами прочитали, что мы, умерший, прочитали, освободился от греха, освободился от власти греха. То есть в идеале мы как бы не должны больше грешить, но, к сожалению, остались в бренном теле, которое нас соблазняет, и поэтому в нашей жизни случаются такие моменты, как грехи. И вот отождествление смерть для греха. Смерть от освобождения от власти греха. На самом деле мы можем возрастать в чистоте, в праведности и святости, потому что отождествляя себя со смертью Иисуса, мы получаем доступ к той благодати, которую Он нам дает. Поэтому вместе с тем, что мы отождествляем себя со смертью Иисуса, мы должны отождествлять себя и с Его воскресением. Восьмой стих. Если же мы умерли со Христом, то есть мы соединились со Христом, что с Ним произошло? Он умер за грехи, то веруем, что и жить будем с Ним. То есть мы соединились с Ним в Его смерти и в Его воскресении, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И посмотри, так, пишем второе, воскресение. Итак, Иисус умер, но Он же и воскрес. и именно Его воскресение дает нам веру в вечную жизнь. Тут написано, воскреснув, вот, здесь Он умер, но Он воскрес, и воскреснув уже не умирает. И мы вместе с Ним умерли, но воскресли, и воскреснув уже не умираем. И даже если христианин умирает физически, душа его, дух его живет вечно, и однажды произойдет и воскресение его тела. И вот это наше возрождение, возрождение для вечной жизни, возрождение для жизни с Богом. Вот именно об этом здесь и написано. И двенадцатый стих хочу тоже прочитать вам. Итак, да не царствует грех смертно в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Четырнадцатый стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. И смотрите, о чем нам говорит Библия. Раньше апостол Павел писал в другом послании, что в своей жизни у меня вот так всегда происходило. Чего хочу делать? Не делаю. То, что правильно. То, что правильно. То, что угодно Богу. не делаю. А то, чего не хочу делать, нечистое, греховное, делаю. Говорит, как же мне с собой справиться? Как мне победить это раздвоение в себе? Он говорит, слава Господу, побеждаем это Иисусом Христом. И вот наша победа над грехом только тогда, когда мы соединяемся с Иисусом Христом, отождествляем себя с Ним. В этом наша победа над грехом. И поэтому Библия нам говорит, вы считаете себя мертвыми для греха. Знаешь, что это означает? Приходит грех к тебе. Кто там? Открывай. Эй, алло. Тишина. Помер, что ли? Помер. Писание говорит, что верующий хранит себя, и тогда лукавый не прикасается к нему. Он мертв для него. В нем нет ничего, чтобы он с ним мог делать. И вот именно отождествление себя со Христом, покаяние, исповедание, то, что ты веришь в возрождение, воскресение, для новой жизни, для святой жизни позволяет тебе в своей жизни грех побеждать. Побеждать. На самом деле Господь желает, чтобы мы жили в победе, не в постоянном спотыкании, знаешь, упал, поднялся, упал, поднялся, упал, поднялся. Нет, в победе. Возрастали в этом, в победе над грехом. И крещение, оно как раз иллюстрирует нам, показывает то, что произошло с нами в духовном плане, то, что произошло в нашем сердце. И говоря о крещении, я хочу сказать, что крещение, вот само действие, это не магический ритуал. Это не то, чтобы крестил человека, и что-то с ним произошло. На самом деле с человеком что-то произошло, а потом его крестят. Понимаете? Магический ритуал означает, что само действие производит, физическое действие, производит какое-то духовное, ну, действие в духовном мире. Я вам скажу, что само крещение, оно ничего не производит. Оно лишь показывает то, что уже произошло. Поэтому крещение это не ритуал, не какое-то действие, это не средство спасения. Некоторые думают, если человек не крестить, вот он показывается, если его не крестить, не погрузить в воду, он не спасется. А как вы думаете? Да, Писание говорит, что надо верить и крестить. Но может ли человек, теоретически хотя бы, спастись без крещения? Может. Я вам один пример могу привести. Когда Иисус был распят, рядом с ним было распято два разбойника. Один из них хулил Иисуса, а другой говорил, останавливал его и сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. И что Иисус ему ответил? Говорю тебе, ныне же, ныне же будешь со мной в раю. К сожалению, не было возможности этого раскаявшегося разбойника, признавшего Иисуса Христом и Спасителем, не было возможности крестить, но он все равно оказался в раю. Аминь? Почему? Потому что для спасения нужна вера сердце и исповедание устами. Так нас учат Священное Писание. Если будешь верить сердцем и исповедовать устами, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, то спасешься. А крещение это то действие, очень важно, Иисус крестил, Иоанн Креститель крестил, Иисус крестил, ученики Его крестили. Это действие, оно показывает, заявляет всему миру о том, что ты отождествил себя со Христом, о том, что ты посвятил Ему свою жизнь, обещал Ему добрую совесть. Это показывает тебе, показывает церкви. Итак, это не магический обряд, это акт веры, это действие веры. Давайте евреям откроем девятую главу. Евреям девятая глава. До скольки у меня нету расписания? Можно еще говорить. Сколько? 20 минут? 15? 15? Ага. Успеем. Итак, евреям девятая глава, девятый стих. Тут про скинию сказано, что она есть образ настоящего времени, имеется в виду Ветхого Завета, для нас уже не настоящего, в которой приносятся дары и жертвы, не могуще сделать в совести совершенно приносящего. То есть ритуалы Ветхого Завета совесть не очищают. Вот что здесь написано. Перевожу с инодального на русский. И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И 14 стих. Но коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Понимаете? Не вода очищает, а что? Прочитали только что. Кровь Иисуса Христа очищает нашу совесть для служения от мертвых дел, да, мы были мертвы, очищает нас для служения Богу. Омовения все, он говорит, это были обряды, относящиеся к поверхности. Итак, само крещение, которое заповедал Иисус, оно является не обрядом, не ритуалом, а актом веры, свидетельством того, что произошло внутри тебя уже. А если этого не произошло, если не было покаяния, если не было отождествления со Христом, тогда весь смысл крещения полностью теряется. давайте Деяния посмотрим, 8 главу. Тут очень хороший пример мы с вами прочитаем. Деяния, 8 глава, 35 стих. Давайте с 34 прочитаем. Филипп, благовестник, общался с Евнухом, Евнух сказал Филиппу, читаем, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это о себе или о ком другом, там было пророчество об Иисусе. Филипп отверз уста свои и начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. И самое главное, что он ему, как вы думаете, говорил? Вот про это. Потому что смерть и воскресение Иисуса Христа, кровь невинного Агнца является центром всего Евангелия. Именно вера в эти вещи позволяет человеку обрести спасение. И вот он ему благовествовал, 36 стих, между тем, продолжая путь, они приехали к воде и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. То есть есть ли какие-то препятствия, из-за которых я не могу быть крещен. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. То есть когда можно креститься, если веришь от всего сердца, тогда можно. То есть тогда крещение, оно является действительно тем крещением, которое заповедовал нам Иисус. Если веришь от всего сердца. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий и приказал остановить колесницу и сошли оба воду Филиппа Евнух и крестил его. И вот почему у нас в церкви не крестят, например, детей, младенцев, маленьких детей? Кто мне ответит? потому что нет того самого главного условия, вера от всего сердца. Младенец может верить, то он не понимает еще ничего. Радует, он только чувствует, начинает мир чувствовать. О каком Христе можно проповедовать? Проповедовать можно, веру в ответ получить не получится никак, потому что он еще не созрел. Вот как повзрослеет, тогда можно проповедовать, и когда он дойдет до определенного возраста, тогда уже можно его крестить. И вот основное условие крещения это вера. Поэтому крещение это акт веры. Можем даже записать, я думаю, акт веры. только верующий может быть крещен. 19 глава тоже книги Деяния, 35 стих. Так, нет, не 35, 3 стих. Итак, Павел пришел в один город и спрашивает, во что вы крестились? Нашел там учеников, они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. То есть было крещение Иоаннова, крещение ожидания. Покайтесь и ждите Мессии. Но пришел Мессия, пришел Иисус и дал крещение возрождения. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. То есть они уже были крещены до этого, но Иоанновым крещением. Но теперь они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Святой Дух. Итак, во имя Иисуса Христа. Поэтому в церквах крестят во имя Христа, во имя Иисуса Христа. Крестят во имя Отца и Сына и Духа Святого. И некоторые спорят, как правильно говорить. важно не как не форма, понимаете, а важно, что произошло внутри тебя. Произошло ли это? Отождествил ли ты себя со Христом? Есть ли в тебе вера? Если есть вера, тогда ты крестишься. И как там тебя крестили? И так, и так, я считаю, будет правильно говорить. Крещу тебя во имя Иисуса Христа или во имя Христа Иисуса или во имя Отца и Сына и Духа Святого. Мне понравилось, как наш пастор сказал, чтобы все сомнения отбросить, я говорю, крещу тебя во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все сразу по всем канонам все правильно. Итак, важен смысл крещения. Не сам обряд, а тот смысл. Обряд это послушание, так же, как и Евхаристия, которую мы вкушаем. Это свидетельство о том, что сделал Иисус и какое значение это имеет лично для тебя. И сейчас по-быстрому будем. Первая Коринфянам 12 глава. Мне надо мысль закончить свою, правильно? 13 стих. Тут еще один аспект крещения. 13 стих. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, илины, рабы свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. 27 стих. И вы тело Христово, а порознь члены. И вот еще один аспект крещения. мы с вами говорили о том, что крещение это отождествление себя с Иисусом. Также это единство с церковью. Единство с церковью. Мы соединяемся не только с Иисусом Христом. в Иисусе Христе мы соединяемся также друг с другом в его теле, в которой есть церковь его. Одно тело, пишет апостол Павел, а мы каждый из них член этого тела. И каждый особенный член. Вот в теле человека миллионы клеток, которые выполняют самые разные функции. Также в теле Иисуса Христа миллионы верующих. Каждому даны особые дары, особые призвания, особое помазание. И он свою часть выполняет, свою лепту выполняет. И он тем более эффективно это делает, чем больше он соединен с Иисусом Христом, чем больше он соединен с Главой, тем более эффективна его работа в рамках того призвания, которое он несет. И очень важно, что крещение показывает нам необходимость отождествления или понимания единства своего не только с Иисусом Христом, но и с телом Христовым, что ты занимаешь какую-то роль, занимаешь какое-то место в теле Иисуса Христа. Потому что большинству людей очень легко, ну, так скажем, легче соединиться с Иисусом Христом. Остальные идите лесом. Я с Богом, больше мне никто не нужен. Но Писание не говорит об этом. Писание говорит, соединяясь с Богом, ты соединяешься и с Его народом. Потому что Он из всех сделал одно. Он соединился не просто с отдельными людьми. Это так. Ты для Него уникальная личность. У Него с тобой своя отдельная правительственная линия. Знаете, что такое правительственная линия? В Советском Союзе были такие телефоны у чиновников у некоторых. Он поднимал и попадал сразу же туда, на самый верх. Понимаете? Только у особо важных чиновников были такие. Но обычно не чиновник звонил, а ему звонили. Что у вас там такое происходит? У нас все хорошо, товарищ, командир и так далее. Понимаете, о чем я говорю? То есть прямая линия была с правительством, со властью. И у каждого есть эта прямая линия. Мы все индивидуальности и личности, и Бог нас именно так воспринимает, и отдельно, лично, с каждым из нас общается. Но при этом, имея вот эту правительственную линию, мы все с вами соединены в такую, можно сказать, сеть. Не случайно Царство Божие сравнивается с сетью, такой нетворк, сеть. И мы с вами имеем свою роль, свое призвание именно в этой сети. И то, о чем говорит крещение, о том, что мы с вами погружаемся не только во Христа, но и в Церковь Божия. Мы в Церковь Божия. И заканчивая, читаю еще два местописания. Евреям, 10 глава, 22 стих. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистой, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривать приближение дня оного. И вот, читая вот это место, я вижу, чего ждет он от нас, от верующих, принявших крещение, провозгласив это в своей жизни, чего ждет? Искреннего сердца, полной веры, чистой совести, само крещение, омытие тела здесь упоминается, исповедание нашей веры, как индивидуально, так и совместно, служение друг другу, и принадлежность к собранию, принадлежность к Церкви Божьей. Это важный аспект, который мы с вами не должны забывать. И вот, можно прославление уже попросить, поддержать меня в конце концов. И из Икииля, прочитаем с вами из Икииля, 36 глава. Смотрите, о чем пророчествует нам из Икииля. 36 главе, 25 стих. Вот что Он говорит. Окроплю вас водой чистой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это то, что произошло в нашей жизни, когда в нашу жизнь пришел Иисус Христос. И крещение, оно показывает именно вот это новое рождение, которое произошло в нашем сердце. у нас было сердце каменное, мы были мертвы для Бога из-за грехов, но Он дал нам другое сердце. Сердце живое, сердце любящее Бога, сердце любящее людей. Хотя плоть иногда восстает на дух, но если ты кормишь дух, питаешь дух, пребываешь с Богом в Его слове, в молитве, плоть не может победить его. Побеждайте духом дела плотские. Побеждайте духом. И вот Иисус дал нам великое поручение в Матфея 28 главе. Матфея 28 глава. 19 стих. Он сказал, Итак, идите, первое что, научите все народы, провозгласите им то, что произошло на кресте. Научите и дальше крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Он нам дал обещание, что он с нами, он с церковью, с каждым из вас лично, до скончания века и ждет от нас, чтобы то, что мы приняли сами в свою жизнь, мы шли и говорили другим. И если в человеке появлялась вера, его нужно крестить в воде. Если он верит от всего сердца, можно крестить. Я верю, что каждый верующий должен быть крещен. И поэтому, если у кого-то появилась вера в сердце, если чей-то дух откликнулся на Евангелие, нужно призывать его так же и быть крещенным в церкви, чтобы исполнить то, что повелел нам Иисус Христос. Давайте встанем молиться, встанем, будем молиться. А за что мы будем молиться? Будем молиться за то, чтобы новые люди в нашем городе, в нашей области, в нашей стране узнавали об Иисусе Христе, каялись перед Ним в своих грехах и крестились в покаянии. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что две тысячи лет назад Ты взошел на крест и на кресте Ты взял на Себя наши грехи, Ты взял на Себя нашу смерть, наше проклятие, воздаяние за наше преступление. Ты к преступникам был причтен за наши грехи. И мы благодарим Тебя, Иисус, что приняв смерть на кресте, Ты воскрес и жив во веки веков. И мы вместе с Тобой тоже живем. Ты заплатил цену за наши грехи и даровал нам жизнь вечную. Мы благодарны Тебе, Господь, что эта вечная жизнь принадлежит нам, независимо от дел, который мы совершали когда-то или даже совершаем сейчас. Но Ты призываешь каждого из нас сохранять добрую совесть, не ожесточать сердце, не упорствовать в грехах. Но если приходит обличение от Святого Духа, раскаиваться и менять свою жизнь. К тому же Ты даешь благодать и силу для того, чтобы победить грех в своей жизни. Я прошу, Господь, за каждого, кто борется сейчас с каким-то грехом, молю Тебя, Господь, дай ему силы признать те вещи, которые неугодны Тебе, исповедать их перед Тобою, и дай силы бороться и побеждать, ибо победа Тобою гарантирована. Ты говоришь, если Ты сражаешься с грехом, то Ты обязательно одержишь победу. И Вы еще не до смерти, не до крови сражались с грехом. Вы еще не все старания приложили, какие можете. Вы можете больше. Вы можете достичь той победы, которая нам гарантирована Иисусом. Победы над всякой слабостью, над всякой немощью духовной в своей жизни, над всяким грехом в своей жизни. Вы можете победить. Это говорит Господь в своем Писании. Вы можете победить. Это говорит Господь в своем духе. Вы можете победить. Вы победители во Христе Иисусе. Дай каждому из нас стоять в этой победе, провозглашать ее в своей жизни. И мы просим также, Господь, за тех людей, которые еще не знают Тебя, но Ты призываешь их, за тех людей, которые еще живут под проклятием в своих грехах. Дай нам, Господь, смелости, дерзновения исповедовать свою веру, говорить этим людям о том, что есть Спаситель, о том, что они нуждаются в Нем. Говорить этим людям о смерти и воскресении Иисуса Христа. И мы не можем отвечать за их совесть, но мы верим, что когда мы говорим, Дух Святой касается сердец людей, и кто-то из них будет верить, кто-то не будет верить, это только Ты знаешь. Но приводи тех, кто будет верить, Церковь Божия, чтобы здесь они нашли свою семью, нашли братьев и сестер, чтобы они вошли в тело Христова, заняли в Нем свое место. Приводи людей, Господь, и пускай крещение в нашей церкви, здесь, в Екатеринбурге, во всех филиалах, в других церквях нашего города, нашей области и страны, пускай каждый из этих церквей не перестает крестить людей, новых людей, познавших Иисуса Христа, новых верующих, возродившихся для вечной жизни. Господь, пускай это происходит, пускай это происходит, да будет церковь живой и действенной, проповедующей Евангелие Иисуса Христа. И мы поклоняемся Тебе, Господь, сегодня, в этот вечер, и верим, что Слово Твое вечное, и то, что Ты сказал, оно происходит и будет происходить. Ты меняешь нашу жизнь и жизнь других людей, и делаешь нас участниками в жизни друг друга. Аллилуйя. Через кого-то из нас новый человек узнает о Спасителе. Через кого-то из нас кто-то устоит и не оставит церковь. Через кого-то из нас кто-то получит поддержку и освободится от зависимости и от всякой власти греха. Мы служим друг другу. Используй нас в этом, Господь, каждого из нас. И да будет слава Тебе, Господь. Слава и хвала.